А накануне Дня Города в Центре культуры и досуга имени Горького прошло торжественное собрание. В ходе мероприятия наградили предпринимателей и лучших работников предприятий и организаций. День Города И всем хочу сказать, трудностей впереди много, но мы с ними справимся. Вот это я вам обещаю, как глава города, ну и как президент Международного движения за президентом. Спасибо. На мероприятии присутствовали Юрий Пинаев, исполнительный директор фонда губернаторских программ, и Владимир Власов, вице-премьер областного правительства. Юрий Пинаев зачитал поздравительный адрес от губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. Благодарю всех жителей Свердловского городского округа за трудолюбие, талант, целеустремленность, самоотдачу, с которой вы тройтесь, создаёте богатство родного города Свердловской области России. Желаю вам и всем Свердловцам, имея сведо здесь обращение в адрес руководства города, и всем Свердловцам здоровья, благополучия, процветания и счастливой жизни в вашем замечательном городе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Юрий Пинаев сообщил, что для него этот день города особый, потому что ровно 50 лет назад он со своей супругой впервые оказался в Азбесте. Что происходит в городе Азбесте? Для меня это, знаете, такая боль. Если это положительно, я радуюсь вместе с вами. Если что-то не складывается, мы переживаем всей семьёй, потому что все мои дети. Сын у меня родился здесь, мучка здесь родилась, поэтому практически вся семья, так или иначе, она связана с этим замечательным городом. Первый вице-премьер правительства области Владимир Власов также поздравил Азбестовцев с этим замечательным днём. Я тоже от лица правительства Свердловской области от себя лично поздравляю всех нас с замечательным праздником, с днём города. Это для каждой территории праздник особенный, потому что он не просто массовый, а он позволяет всем нам, нынешнему поколению, молодому поколению, создать условия и показать наш город, где мы живём и трудимся. Поздравительный адрес был вручён главе Азбестовского городского округа Андрея Халзакову. Также в этот день прошли награждения городских предпринимателей, работников культуры и образования и лучших работников промышленности. Здесь же состоялся честование машиниста-шагающего экскаватора Александра Шанаурина, удостоенного медали за заслуги перед Отечеством второй степени. 5 апреля 2015 года указом президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина, машинист-шагающего экскаватора комбината Александр Николаевич Шанаурин награждён медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Депутат ЗАГС Собрания Свердловской области Михаил Зубарев поздравил горожан с праздником и отметил, что главной ценностью города Азбеста являются его жители. Пожелать вам в наш второй день рождения, в день рождения нашего родного города, самое главное, мира, благополучия, финансовой стабильности и счастья. Счастья вашему дому. Гендиректор городообразующего предприятия Юрий Козлов напомнил горожанам историю разработки Азбеста на этих землях, ведь судьба города тесно связана с этим минералом. И поздравил жителей с праздником. Я бы ещё, конечно, хотел поздравить вас с этим замечательным праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. С праздником вас! А председатель областного комитета профсоюза строителей Валерий Юстус в своём выступлении вспомнил работников профсоюзов, которые выполняют сложную, но необходимую работу по защите прав трудящихся. Что в преддверии праздника, и вот сегодня, и в предстоящие два дня, мира я хочу всем нам пожелать. Трудиться на благо города, семейного всем счастья, благополучия. Ну и, конечно же, сегодня я не могу сказать тёплые слова благодарности большой армии профсоюзного актива. Здесь и Валерий Иванович Лапин, и Наталья Ивановна Оленина, и Андрей Владимирович, и Владимир Александрович Каменский. Это большая армия людей, которые выполняют общественную нагрузку, но это тоже на благо города. Торжественную атмосферу мероприятию придавало музыкальное сопровождение в исполнении Муниципального духового оркестра. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.